добрый день дорогие зрители не знаю какой-то свет ужасный от солнца в общем не обессудьте я еду с работы сегодня вторник вторник мой день когда я хожу на работу и я хожу раз в неделю и я решила заехать массе мы дути здесь есть шопинг-центр недалеко от моей работы посмотрим что там есть я думаю что примерщины закрыты также как в царе также как во всем инди тексе и даже в юникло который не in the text но тоже примерщины закрыты но посмотрим может быть посмотрим что там есть вообще если что-либо потому что как показывает опыт магазина у нас как-то очень упустили потому что потому что сапоголиков оказывается в стране канада больше чем мы ожидали ну или контейнеры из китая долго не приплывали со шмотками поэтому возможно хорошо давайте пойдем посмотрим и я надеюсь что будет интересно будем смотреть что есть новенького что есть интересного все выходим из машины пошли итак мы подходим к массе модульте очереди нету в отличие от зарыв который всегда стоит очередь и витрина оформленную уже как оказалось это вещи не сейла а вещи из новой коллекции потомок не подойдем посмотрим магазине ну и везде написано сейл 60 процентов сейл 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 все на распродаже и вот здесь вообще на всех на разных языках написано чтобы если кто по-английски не понимает могли понять что у них сейл 60 процентов но и от входа я сразу значит рванула к пиджакам потому что массе модульте пиджаки конечно очень хорошие очень хорошего качества но и не дешевые как вы видите цены вот они по 100 долларов были по 200 то есть это не 60 процентов 50 но неважно написано что 60 льняные брюки которые по не вижу по 80 были 150 ну вот еще один пиджак я не стал ничего примерять потому что примерочные закрыты пиджак наверное можно было померить но я знаю что я не буду покупать за такие деньги поэтому не знаю мне нравится их качество но мне кажется что цены конечно завышены для масс-маркета хотят хотя я должна отметить что конечно качество лучше чем масс-маркете в обычном масс-маркете скажем zara и и чин м мася на дуть конечно не сравнить ну просто вот сразу видно ну плюс у них такой стиль знаете классический красивый длинные брюки вот этот цвет очень красивый цвет такой я пыльно-розовый терракотовый я бы сказала необычный цвет у меня с брюками вообще-таки сложные отношения пиджак потрясающего цвета вот это настоящая терракота очень красивый тоже льняной конечно для определенного аутфита его можно очень хорошо вписать и он просто будет необыкновенно красиво выглядеть такой защитного видите зеленый такой комбинезон наверное он шелковый потому что цена как бы такая кусачая то есть я думаю что в нем видимо есть шелк потому что он довольно дорогой и красивый конечно вот этот костюм мне понравился он интересен тем что он тройка то есть это брюки пиджак и жилет сейчас я вот пиджак сниму и вы увидите видите жилет но это оригинально это не везде можно купить не везде можно найти довольно интересное оригинальное решение вот это очень красиво как же это красиво когда жакеты платья одного цвета 1 1 ткани мне очень понравился этот комплект платье такое без рукава слип дресс и пиджак жакет вот точно такого же цвета вместе это выглядит потрясающий цвет такой нежно-пудровый сделаны стопроцентной вискозы ну это как бы хороший состав много всяких было блузочек не очень дорогих как раз такой папа очень таким уже демократичным ценам на скидке одна вот это такая была белая с бантом вот это такая розовая мне не очень нравится этот фасон с этой сборкой от горла и вот это вот горло горло такое знаете стоячий как не знаю не люблю я это это эти фасоны но в принципе как бы симпатичный вот и не animal print это немалистичный принт пытаюсь перевести с английского на на русский язык вот звучит точно также вот такая странная блуза военного образца скрытой застежкой с воротником тоже такого нежного пудрового цвета но все вещи очень базовые очень базовые вещи как всегда такой минималистичный гардероб база базовая база вот то что кальнина рубашка такого бежевого цвета мы прям база база если кто любит то конечно это очень очень хорошие вещи я не очень люблю такие вещи хотя они у меня есть гардеробе вот этот пиджак тоже потрясающего цвета коричневого такого вообще у них очень красивый коричневый цвет массе на дути такой знаете блузы и юбки и пиджаки вот этих вот таких вот шоколадно-коричневых цветов у потрясающий платье тоже очень интересное довольно дорогое не дешевое платье вот вы видите цену необычный такой расцветки неоднозначные я бы сказала расцветки но необычные и вот оно как-то сделано с кулиской пояс завязывается вокруг по талии базовые свитера не очень дорогие хороший хороший состав стопроцентных хлопок и такие обычный такой базовый фасон много базовых брюк разных цветов также вот эти вот цветера хлопковые были разных цветов там где-то промелькнул мой палец в кадре я очень извиняюсь закрыла им камеру случайно вот этот вот свитер совсем недорогой за 30 долларов тоже красиво терракотового цвета ну видимо не хлопковый потому что цена такая совсем-совсем демократичная много было шарфов хлопковых я думаю что они из хлопка сделаны тоже разных расцветок вот какая-то сумочка такая тип косметички или эта сумка я даже не очень поняла она стояла наверху мне не хотелось смотреть лезть за ней наверх потому что рост ростом я не вышла и не добралась бы до нее снова пиджаки ну эти такие более теплые я бы сказала они более по моему из такой более зимой коллекции потому что они довольно плотные хотя тоже расцветка такая очень красивая но тоже базовая это уже очень такая знаете не броска я бы сказала хотя бы вот этот вот этот комбинезон он вот он действительно броска броской расцветки черно-белый я даже не поняла это под зебру или под под зверь какого не знаю в общем такой стилизованный зверь снова пиджаки все они очень похожи на самом деле между собой ну такой стиль магазина ну как бы вещи такие знаете довольно одна однообразные я бы сказала может быть это просто уже потому что распродажи и то что осталось то осталось но во всяком случае такого знаете разнообразие и всплеска фантазии вещах нету но не все это любят это я в зеркале отражаясь в ужасающей черной маске там в этом городе где я была там вели обязательное ношение масок в закрытых помещениях так что пришлось натянут на себя маску размазав помаду в общем короче неудобно это все с масками на что делать приходится подчиняться потому что вот магазины просто вернее в шопинг-центр не пускают без масок а плессированные юбки кстати такого красивого золотистого цвета вот плессировка я хочу сказать очень давно в моде очень-очень всем надоело но тем не менее из моды как-то не выходит и по-моему выйдет не скоро но если честно сказать я люблю плессировку я как бы очень хорошо к ней отношусь у меня много-много плессированных юбок и я считаю что это такой знаете фасона на все времена на все возраста на все комплекции и я не думаю что вообще когда-либо выйдет из моды потому что плессировка существует в одежде уже наверное лет пятьдесят если не больше но как бы он по моему уже на на пике моды держится так долго что мне кажется скоро 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 эти плессированные юбки перестанут совсем продаваться это не значит я например перестанут носить то есть если вещь не является так сказать очень трендовая но тем не менее она как бы принципе современно то конечно конечно мы будем продолжать ее носить вот кстати я говорила про шоколадные цвета и вот это вот юбка мне очень понравилось атласная такая такого красивого глубокого коричневого именно шоколадного цвета с этим блеском атлас атласным блеском по моему очень красиво они еще как-то так сделано какой-то как это сборка в шве попоку в общем красивая юбка очень красивый белый пиджак но у меня есть несколько белых пиджаков как бы я их ношу мало потому что белый пиджак это такая более нарядная искала вещи и поэтому конечно имеет два или три белых пиджака покупать еще один совершенно не имеет никакого смысла вот платья с запахом у них очень красивые вот эти платья с запахом массе на дути они очень хорошо сидят очень красиво красиво сидят на фигуре хорошо сделано хорошие лекала платье вот это тоже очень симпатично хоть и не запахом но такое знаете с воланчиком игривая я бы сказал босоножки тоже таки базовые модели без каблука довольно такие симпатичные хорошо сделаны аккуратненько вот это совсем такая зимняя я бы сказала совсем я бы сказал такой зимний вариант пиджака и вот снова я зеркале мучаюсь задыхаюсь в маске управляя ее ой что вам сказать конечно все это не весело не радостно но перейдем к одежде снова мне понравился вот эта расцветка вот этой блузы голубая с желтым с коричневым вообще хочу сказать что вот этот вот эта вот тема серо-голубой цвет с коричневым массимо дути присутствовал в этом сезоне было очень много много вещей в таком вот таких тонах вот видите платье такое же из такой же точно ткани но такой знаете очень интересный у него открытая спина какие-то сборки на талии там сзади сзади на спине он завязывается бантом понравилось мне тоже но был какой-то размер я уже не помню и в общем и вообще она такая длинная до пола куда мне в общем как бы такой на выход я на выход надеваю вечерних платьев про вообще практически никогда потому что в канаде в принципе это совершенно не ну в общем я даже не знаю куда можно надеть вечернее платье в канаде такой до полы но она не совсем вечерний она просто такой знаете полу коктейльный я подсказала это я разглядываю состав вот этих блузок и вот этого платья вот это совсем тоже зимняя вещь перебираю всякие кофточки очень много было блузок вот это тоже платье такой интересной расцветки тоже кстати обратите внимание серо-голубой с коричневым я даже не знаю это был какой-то тренд в прошлом году или это массиво дути была какая-то тема у них вот в этих цветах и вот я пришла к юбкам это такая трикотажная юбка красиво такого малинового цвета юбки по моему все по 60 долларов ну почти все по 59 вот снова серо-голубая с коричневым расцветка такой абстрактный рисунок мне понравился понравился этот рисунок необычные необычная расцветка сколько она стоила по моему 60 тоже долларов но в основном юбке были по 60 долларов всех видите все цвета коричневые коричневый такой более бордовые потом прям такой шоколадный шоколадный цвет немножко с такой даже видите немножко сиреневый такой отдает красивый цвет очень красивый цвет были такие более светло коричневые цвета юбок но все они примерно одного фасона примерно такой похожий похожий ткань то что как было модно в прошлом сезоне до сих пор модно по моему уже не один не первый сезон модные эти юбки вот эта юбка из хлопка тоже коричневая но такая посветлении светло коричневый цвет очень красивый такой знаете солнце грешк фасон мне кажется в ней не хватало пояса я правда не уверена мне кажется что не должен быть еще пояс и еще вот остатки пуховиков с зимы очень красивый тренч такой классический бежевый цвет классический фасон и черное платье красиво я не люблю черный цвет но не это платье понравилось потому что я люблю такой фасон, знаете, такое сверху оно пошире, свободное, от груди отрезной и расклешенное к низу, мой любимый фасончик, вместе с платьем с запахом, вот это вот второй фасон, который мне больше всего нравится, вы, наверное, заметили, у меня много таких платьев, во всех моих примерках они фигурируют, вот это платье тоже очень интересное, оно сверху сделано как будто бы жакет, пиджак, такие же, вот такой же вырез, такие же, как это сказать, отвороты, и внизу оно отрезное по талии, есть пояс, и внизу пришиты такие золотые пуговицы с двух сторон, по краям, необычный фасон, очень интересно, понравилось мне это платье, ну, такое деловое, строгое, но немножко такой, знаете, вырез большой, пуговицы эти как-то придают ему какой-то нарядности, такой торжественности, я бы сказала, такой фраг дирижера, ну, ассоциации у меня возникли с каким-то таким музыкальным ансамблем. Ну, это снова я, я была одета так себе обычно, я ехала с работы, поэтому на мне такой, знаете, скромный набор одежды, чтобы там мне было удобно, легко, и, в общем, на работу у нас сейчас никто не ходит, поэтому вырежаться не для кого, ну, это и шутка, на самом деле я вырежаю для себя, ну, просто вот я иду на полдня, и я знала, что я потом поеду в магазин, мне хотелось надеть что-то удобное, легкое, было очень жарко. Кстати, юбка снова, если вы обратите внимание, того же самого, той же самой расцветки, серо-голубая с коричневым, коричнево-черным. Кожаная куртка. Куртка из натуральной кожи. По-моему, Massimo Dutti один из редких магазинов оставшихся, в котором можно найти натуральную кожу, потому что ни один из масс-маркетов больше ее не выпускает, и кожаные куртки у них действительно очень красивые, и вот на селе они были, ну, в общем, для кожи не очень. Дорогие. Вот это платье, как я хотела его купить? Я примеряла его в прошлых примерках моих Massimo Dutti, это платье с запахом, оно прекрасно на нем сидело, оно мне очень-очень понравилось, но не было моего размера. Тогда оно стоило 200 долларов, я пожалела денег, сейчас оно стоит намного дешевле, но вот это был размер четвертый, и он мне, конечно, мал, примерочные были закрыты, померить я не могла, я не помнила, какой размер я примеряла тогда, но мне кажется, чисто визуально, что оно очень узенькое, маленькое. Это тоже очень красивое платье, необычный фасон, такой сверху оно такое широкое, как бы с напуском на талии, вот такие крылышки, вместо рукавов, вроде как и нет рукавов, вроде как и клички прикрыты, если нужно, и от талии оно расклешается вниз. Вот это платье, такое же, как то черное, только красное, и оно мне очень понравилось, и оно стоило намного дешевле, видите, а черное стоило дороже, красное стоило дешевле, такого же фасона, но очень был большой размер. Немножко украшений у них есть, но совсем мало, вы видите, совсем, почему-то у нас украшений очень мало продается. Вот снова кожаная куртка из натуральной кожи, довольно хорошая цена для натуральной кожи, но она такая маленькая, коротенькая, совсем такая куцая-куцая, я не знаю, это не очень модно сейчас, по-моему, но тем не менее, вот они продают такие куртки. По-моему, это уже новая коллекция, видите, так все аккуратно, красиво лежит, там и обувь, и темные очки, и тоже кожаные куртки, уже из новой коллекции, уже за полную цену. Очень красивая, красивого цвета кожа, карамельная такая, ну просто очень красивая куртка, и вот это вот платье мне тоже очень понравилось, оно такой необычной расцветки, необычного фасона. Единственное, что, опять же, спереди, вот, new collection написано, новая коллекция, так вот, в платье спереди шов, и как бы рисунок не совпадает, это очень странно, потому что, вроде бы, как Массима Дутя позиционирует себя, как более такой лакжери бренд, ну не лакжери, ну, выше классом, чем Zara, да, то есть, как бы тут должно быть все сделано, скажем так, в лучшем качестве. Потрясающего цвета лиловая блуза, очень красивая, это тоже новая коллекция, очень красивый цвет, очень не характерный для Массима Дутя, ведь тут все такие приглушенные пастельные тона, а вот эта блуза сиреневая, и вот точно такая же блуза зеленая, изумрудного цвета, тоже потрясающе красивая, но вот в новой коллекции, видимо, к распродажам такие вещи раскупают, поэтому на распродажах все висит такое бежево-нейтральное, а в новых коллекциях еще попадаются цветные красивые вещи, очень красивых цветов, очень хорошего качества, и вот это тоже белое платье, как будто бы жилет, как будто бы фраг, я даже не знаю, ну, в общем, очень необычный такой царафан, ну, необычно красивый фасон, и белый цвет, очень нарядный. Устала, пришла в машину, устала, чуть не сдохла в этой маске, у нас так жарко, ну, у нас размазала всю помаду, по-моему, ей, у нас с масками такая ерунда, у нас каждый город придумывает политику по поводу масок, больше того, каждый магазин придумывает политику, то есть есть города, в которых можно носить маску, можно и нет, а есть города, в которых обязательно нужно носить маску, и там, где я живу, там маску носить не нужно, не обязательно, вернее, вот этот город, ведь я сейчас была в шопинг-центре, это был такой, я работаю здесь недалеко, это был такой эпицентр, на самом деле, эпидемии, по-моему, до сих пор остается, и здесь маску заставляют себе относить, поэтому я вот в маске, это очень тяжело, все, девочки, я кое-что купила, признаюсь вам честно, да, я вам покажу, наверное, в следующем видео, что я купила, и мне нужен ваш совет, потому что я купила вещи, я, наверное, что-то верну, что-то оставлю, потому что, ну, не дешевые вещи в Массимо Дути, даже на сейле, как бы, они, хотя очень хорошего качества, вот мне машина показывает, что у меня нет бензина, сейчас мне надо еще ехать заправляться, все, девчонки, увидимся в следующем видео, люблю, целую, совсем скоро, бай-бай, бай-бай, пока!